Со словом лошадь у каждого свои ассоциации. Для кого-то это просто красивое животное, а вот для Полины Палкиной это друг и продолжение её самой. Любовь к лошадям она проявлялась с детства. С двух лет начала ходить на ипподром, затем тренироваться. Первые соревнования помнит до сих пор. Первые соревнования прошли здесь, но в Сосновской конспортной школе. Это, конечно, очень сложно. Ты переживаешь очень сильно ожидание, ты должен размять себя, лошадь, подготовить её, объяснить ей всё, что она должна сделать. Ну и, естественно, самому не забыть, что ты должен сделать. А потом я пришла сюда, мы встретили Павла Николаевича и начались сложные тренировки. Прежде чем начать тренироваться, нужно хорошенько потрудиться. Хороший уход поддерживает здоровье лошади и повышает её работоспособность. Сначала чистишь лошадь, потому что песок, естественно, лошадь, когда гуляет, она поваляется. Ночью она спит в денеке, у неё там опилки, и она ложится, то есть лёжа спят все лошади. И всё это забивается в спину, в ноги. Это всё нужно очищать, потому что это всё начинает натирать, начинаются какие-то болячки, травмы. Естественно, их тоже лечить недёшево. Лошадь Полины зовут Династия. Животное грациозное, статное, сильное и выносливое, в то же время со сложным характером. Она переменчива в настроении и настырна, как все спортсмены, в достижении цели. А достигаются они ежедневными тренировками. Каждая тренировка бывает разной. То есть, естественно, каждый день прыгать одно и то же – это бессмысленно. Лошадь ничему так не научится, и ты сам ничему не научишься. И это очень большая нагрузка, лошадь очень сильно устает. Мы, например, в понедельник отдыхали. Просто входили в работу, порысить, погалопировать. И чуть-чуть к валете. Это жердя на земле, в которой лошадь должна пробежать с определенной скоростью. Преодоление препятствий или конкур – наиболее зрелищный вид конного спорта. Для участия в нём потребуются длительные упорные тренировки спортсмена и лошади. Всадник должен обладать решительностью, смелостью, хорошей общей физической подготовкой, а также искусным обращением с лошадью. А от лошади потребуется большая сила отталкивания, координация движения и умение владеть равновесием при прыжке через препятствия, а также при приземлении. Главная особенность конного спорта в том, что в роли спортивного снаряда выступает живое существо. И успех спортсмена в равной степени зависит от его собственных способностей и способностей лошади. За несколько лет тренировок Полина и Дина научились чувствовать друг друга. Самое главное – научить лошадь, наверное, понять, что ей это нужно точно так же, как и нам. То есть любой лошадь, которая выступает в большом спорте, тем более, это такой же спортсмен. Она тоже хочет побеждать, тоже хочет выигрывать. Вот про таких лошадей говорят, что лошади с большим сердцем, которые тоже борются до конца на спортивной площадке. Поэтому интересно всегда. И каждая новая лошадь – это новый опыт, это новые эмоции. Это, я не знаю даже, как это назвать. Но, наверное, конники – самый счастливый спортсмен, потому что с каждой новой лошади начинает свой спортивный путь как бы заново. Недавно Полина и ее Дина привезли первое место соревнований, которые еще раз показали, что все, что делается, не напрасно. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. Это были региональные старты по Московской области. Проходили они в конно-спортивном клубе «Пегас». Хороший клуб с развитой инфраструктурой, хорошие поля, препятствия. Ну, соответственно, все было на высоком уровне. И Полина на маршруте 110 сантиметров в общем зачете. Общий зачет – это где участвуют все всадники, взрослые и невзрослые. Но Полина, наверное, была там самая маленькая. Она выиграла первое место. В этом сезоне Полина будет оттачивать высоту в 110 сантиметров, а также продолжать стремиться перейти из третьего взрослого разряда во второй. И эта планка для нее преодолима. Елена Хромова, Михаил Мальцев, Наталья Демина. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok